и снова здравствуйте всем привет и так давайте в этом ролике попробуем значит сделать комнату для вот этого персонажа буржуина который в группе уже есть с ригом и потом попробуем там мебель какую-нибудь добавить уже скачанную там чем добавить посмотрим как это будет выглядеть так погнали значит что нам понадобится нам понадобится флур нам понадобится значит куб вытягиваем куб делаем значит флур уменьшаем куб потому что будет большая локация сильно где-то тогда нормально так теперь так 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 не давайте чутье и увеличим так растянем это будет стенка где-то такая так теперь все это дело с плюс ним так отведем подальше это будет как бы задний фон передний точнее да так как это все дело обыграть ну давайте еще больше растянем так теперь делаем make polymesh чтобы это примитив стал активным теперь заходим в геометрии находим так находим дай на мэш ставим дай на мэш 69000 это пока маловато давайте чуть-чуть прибавим побольше сейчас будет наверно очень много да это нам многовато держать тоже не надо так где-то так 155 тысяч полигонов хватит теперь давайте аппенд добавляем примитив добавим давайте цилиндр уже хорошо через альт левая кнопка мыши можно все это дело выбрать так ну как бы вот так так пока это делать чуть-чуть сплю с ним так теперь нам понадобится это будет окно что мы сделаем выберем control shift найдем квадрат и отсобачим вот так вот половину так теперь делаем всему этому делу контрол д контрол д чтоб стали мягкие грани и сделаем тоже делал хиден удалим дивайды и дай на мэш так теперь вводим в нашу в нашу стенку вводим в нашу стену так опускаем вот здесь будет где-то значит это окно так теперь ставим на вычитание ставим на первый меш делаем мерч мерч даун окей и control левая кнопка мыши снимаем значит маску на рабочем это окне вот такое получилось значит окно пока так теперь нужно спланировать как все дальше будет аппенд добавляем куб добавляем значит наш вот эту еще одну стенку так растянем ее побольше введем в нашу стену и будем делать только один вот этот край потом все это можно будет отзеркалить уменьшить ну не суть вопроса да с какой стороны будем снимать на ту и перетащим так здесь нам понадобится тоже значит геометрии делаем дай на мэш добавляем значит аппенд добавляем теперь опять же куб выбираем куб это будет дверь так подставляем дверь где-то тут будет стол там еще что то давайте дверь где-то здесь за собачьи так перетащим ее сюда делаем геометрии делаем всему этому делу дай на мэш смотрим что у нас с этой значит сеткой это флур дай на мэш сделан опять же делаем значит что мы делаем мы делаем ставим на вычитание нижний саптул верхний выделяем делаем мерч даун окей и control снимаем маску так дверь есть так ну пока вот от этого и будем плясать так теперь что нам понадобится нам понадобится так нам понадобится так 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 это сделать панели панели будем делать по прямой делаем значит аппенд добавляем куб выбираем куб все это дело сейчас плюс ним вот так теперь добавляем всему этому делу дай на мэш отключаем глаз выделяем control маску делаем стараемся поровне эту панель за собачить маскируем делаем еще какую штуку можно сделать да вот тут еще замаскируем заднюю часть так делаем control и даже не надо control и а просто выдавим вот так 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 есть такое дело теперь опять же маскируем добавляем центр что-то этакое делаем control и выдавляем так ну опять же можно заднюю стенку тоже немножко замаскировать и вытягиваем этот куб делаем control д так не прокатывает ну ладно он потом сгладится да наверное так и теперь ну по простенькому даем делаем control и уводим вглубь снимаем маску теперь control переключаемся на круг и попробуем и попробуем вот так вот выбрать круг control и выдавливаем его вперед ну как бы так бы ну какая-никакая неплохая панель вроде вышла так теперь можно чуть-чуть сделать потонше там ну на усмотрение короче да теперь все это дело есть но давайте сделаем модифика поводу мира and well чуть-чуть сплю с ним еще мира and well в принципе нормально так это будет одна панелка так делаем и с подгадываем под нашу стену и можно тут ее значит раздвигать теперь control можно и передвигать ну как то так то так теперь еще разок перекрутим подставим ее поближе к нашей вот этой панельки так так чтобы попасть в стык control снимаем маску и придвигаем к нашей стенке ну как то так то да теперь можно даже немножко их сплюснуть наверное ну чтобы до окна чуть-чуть не доходило тут еще подоконник может будет так так control z control z control z и подводим тогда к нашей стенке так тогда у нас получается задняя стенка маловатое ничего не проблема увеличим приподнимем ее побольше так переключимся на другой маскировочный вид делаем control и и подтягиваем делаем control и сочетание клавиш и еще раз вытягиваем так есть такое дело теперь значит вот это стенка тоже приподнимается или даже она не приподнимается тоже вот так маскируем делаем control и и приподнимаем делаем дай нам из так и чуть-чуть можно ее увести так ну как бы так бы закрываем угол все нормально вроде бы комната вырисовывается так как теперь сделать багеты давайте делать багеты так аппенд заходим находим куб опять же переключимся на куб сделаем кубу дай нам так теперь немножко придется порисовать так выбираем маску control так вытягиваем какой-нибудь квадрат и как устроен багет дэм смотрите control alt с низкой части рисуем переходы и получается у нас вот такой багет лишнее убираем смотрим чтобы все точно убралось делаем control и и вытягиваем наш багет снимаем маску делаем дай нам меш так маскируем какую-нибудь вот эту часть делаем control w назначаем ей полигруппу вот видите control shift выбираем нужную нам полигруппу и модифит опозу делал hidden скрываем полигруппу которая нам не нужна но у нас вы видите что открыт значит вот эта часть открыта закрывать ее лучше конечно зеркалкой давайте проверим посмотрим делаем мир все у нас закрылось все зашибись теперь делаем скайл вытягиваем наш багет перекручиваем наш багет так и подводим его к потолку ну так чтобы он не был таким большим еще побольше уменьшаем и побольше вытягиваем ну если он у вас будет слишком тонкий ну тогда просто натягиваем его вперед так есть такое дело делаем теперь control левая кнопка мыши вытягиваем и подставляем на другую сторону так так ну этого мало теперь нам понадобится какая штука нам понадобится сделать значит окантовку дверей ну то бишь сделать колонны колонны как бы это все делаем нормально нормально сделать давайте зайдем откроем аппенд откроем опять же куб так и теперь смотрите выбираем куб делаем ему дайна мэш так теперь рисуем нашу колонну рисуем ее широкую все это будет колонна и теперь смотрите нам нужно у этой колонны сделать каннелюры контрол альт делаем контрол альт делаем ну тут отзеркалим не суть вопроса даем так и теперь получается смотрите что у нас получится делаем контрол и вытягиваем значит нашу так сначала контрол 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 значит контрол w назначаем полигруппу опять же все это дело дел хидман скрываем и получаем вот такую пустую штуку так пробуем сделать так пробуем сделать дайна мэш как она закроется все это закрылась хорошо пробуем сделать модифика положим мира and well и еще раз дайна мэш все здесь уже эта штука не работает ну пускай значит сделаем какую штуку сделаем up and и добавим ну опять куб вот с закрыванием тут вот этих вот пустот очень бывает проблемно так ну раз мы значит сейчас будем подставлять уменьшать то пусть она будет скан там да так и тогда все это дело объединяем merge down ok делаем дайна мэш все это дело склеиваем так и теперь смотрите alt левая кнопка мыши подводим к нашей штуке к нашему каннелюру делаем ему скайл и вытягиваем поставим сначала первую колонну вот сюда и подведем к нашей стенке так ну как бы как бы так здесь мы делаем ее поменьше и поуже делаем control так и теперь делаем опять же control выделяем перекручиваем подставляем растягиваем бамс так еще значит растягиваем и немножко припускаем как получится не получится давайте смотреть так получается что ctrl z так 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 в принципе неплохо получилось конечно можно ее зарезать вот здесь вот вот эти канты так и теперь значит control z все нормальненько перекручиваем и усаживаем ее глубже ну я думаю нормально так с этим тоже все нормально ага control z а не надо сейчас мы другую выберем вот эту замаскируем делаем control и инвертацию делаем control оттаскиваем и оформляем угол ну в принципе она в угол должна сесть уже нормально так есть такое дело давайте добавим теперь значит open добавим цилиндр сделаем control d смягчим перекрутим сплю с ним подведем подведем к нашему вот этому окну так теперь мы его чуть-чуть растянем приподнимем сделаем геометрии сделаем the lower сделаем дайна мэш так есть такое дело и теперь сделаем ему дубликат надуем дубликат побольше поставим на прозрачность и опустим пониже и уменьшим его этот ставим на вычитание а этот объединяем марксдалом окей делаем вычитание и control shift делаем обрезку так прозрачность отключаем так прозрачность отключаем но я думаю ничего нормальный такой получился окантовка так так теперь делаем control перекрутку alt поправляем транспорт так и выводим ее вперед это будет вперед очень сильно и очень криво ну как бы так бы так control сюда теперь ее вытягиваем и наверное еще ну да оформим это края так теперь раз у нас вот этот залепуха идет сюда мы ее просто подрежем так ну здесь в блендер можно будет повесить какие-то портреты картины там еще что-нибудь в принципе что в принципе неплохо так теперь что можно сделать делаем аппент делаем куб выбираем куб куб мы сплю с ним опять же выводим его вперед и тут какая штука получится что вот эти детали можно будет потом собирать еще в других значит компоновках да в блендер а вот здесь нам понадобится другая стенка вот так вот ух мак и вдруг понадобится снять как когда персонаж уходить собирается с другого ракурса когда вот эту стенку можно будет убрать с окном и от этого ракурса уже как будто они уходят не суть вопроса конечно ну давайте опять же добавим open добавим еще куб так этот куб теперь мы добавим на уничтожение и дверь будет прямо напротив окна то бишь посередине делаем значит кубу дайна мэш и стенки вот этой делаем тоже дайна мышь как теперь значит на куб ставим вычитание и на стенку ставим объединение control левая кнопка мыши снимаем выделение на так принципе можно было путь эту стенку использовать ночью вот в эту сторону развернуться и было все зашибись ладно тогда сделаем одну стенку глухую вдруг пригодится нам какая-нибудь так теперь выбираем какую панель так сделаем control w сделаем значит этой штуки дубликат выберем control shift нужную нам панель и сделаем модифика позже и так-то так дал hidden так выводим а ну-ка если я сейчас сделал дайна мэш контрол за теряет свои внешние приколюхи им как теперь все это дело перекручиваем и подставляем на эту сторону так тогда эту штуку можно отключить эти отключить так в принципе как то так то даже нет control z это тогда нужно поменьше сделать одну стенку так ну и добавим сюда багет control w делаем дубликат на дубликате убираем ненужный багет и значит все это дело перетягиваем о ммм ммм И Shift, левая кнопка мыши, нажимаем на глаз и возвращаем все наши вот эти детали. Так, что теперь у нас? Теперь делаем Control. Угу. Нормально. Так, теперь Control, куда она там становится? Так, ну пусть посередине, да? И Control еще куда-нибудь. Здесь полтора и значит тут еще полтора. Ну как-то так-то. Так, снимаем маску, смотрим что получилось. В принципе нормально. Нужно теперь вот это дело отключить. Вот это дело тоже отключить. И панели отключить. Так, нам понадобится теперь что? Нам понадобится окно. Добавляем, значит, куб. Ставим где-то тут, вытягиваем. Так, теперь делаем Control. Перетягиваем. Так, делаем побольше. Ну, я думаю, что этого достаточно для окна. Так, пардонки. Не понял, а куда мы зеркалим? Ну, правильно все. Так, а ну-ка, не понял. Опа. А, понял. Видите, сдвинута тут у меня вот эта штука. Угу. 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 Даращатся стекла. Угу. Ужатое строится дэм. Угу. Так, теперь нужно добавить дверь. Делаем опять же Append, добавляем куб, переключаемся на куб, давать его сплюснем. Подведем к нашей двери. Продолжение следует... Так, ну как бы так бы, делаем теперь геометрию, делаем... Дай на меш. И теперь Ctrl делаем ту же самую приколюху. Так, делаем Ctrl и... Можно сплюснуть в две стороны. Так, и теперь получается Ctrl, выбираем еще одну панельку. Так. 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 Делаем теперь Ctrl и... И теперь все это дело только надуваем. О, мягко все стало, зашибись. Угу. Двери есть, окна есть, здесь будет стоять стол. Стены можно отдалять, приближать. Потом дополнять будет, значит, доводить. Ну и погнали все это дело немножко покрасим. Выбираем вот эту штуку, добавляем текстура, добавляем импорт, добавляем какую-нибудь текстурку. И так, подзакинем сюда текстурок. Угу. Вот эти. Так, подключаем, значит, обои. Я думаю, прикольные обои, да? И, в принципе, по размеру попали, не слишком маленькие будут. Так. Переключаемся, значит, на кисточку стандарт, на покраску. Z отключаем глаз. И погнали. Красим полностью заднюю стенку. Ctrl D. Добавим поликруп. Чтобы четче получились. А ну-ка. Ну, в принципе, для мульта пойдет. Неплохо. Так. Теперь вот эту стенку. Shift Z. Так вот. Хорошо. Размеры не менять. Ну, тут колонны, да? Ну, придется красить усю. Так. Да. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Под лак... Так, давайте сначала на двери... А двери не прокатят... Тут нужно текстуру другую искать... Так, а ну-ка, CFZ... Так, делаем поменьше... Находим так... Z... Отключаем глаз... Так... 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 Продолжение следует... 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 И потом посмотрим, как всё это дело выглядит. Ну, развертка делается так. Делается дубликат. На верхней переключаемся и делаем ZRMESH без симметрии, потому что у меня тут несимметрично стоит. Ну, поменьше, да? Можно, конечно, и в блендер всё это было вычесть на полигон, всё это дело, развертку добавить. Ну, как говорится, где уже сделал. Так, теперь что делаем? Делаем projectile. Добавили подразделений побольше, Ctrl D. Так, вот видите, минус вот этих вот штук. Вот так вот. И получается, если сейчас убирать вот этот полигональ, вот видите, что без симметрии, значит, одни полигоны вылетели куда-то. Это не есть good. Ну, давайте больше сделаем полигонаж. Так, значит. Вот с этой штуки сделаем геометрию, сделаем ZRMESH, но побольше поставим. Ну, тут уже получше будет. Так, теперь делаем Ctrl D, Ctrl D и делаем projectile. О, вот и здесь. Уgot. Продолжение следует... Так, что-то не хочет. А ну-ка, удаляем, делаем дубликат. Опять же, на верхний дубликат в геометре делаем ZRMESH. Так, теперь делаем CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Делаем Projectal, да. Отключаем нижний Subtool, делаем The Plugin, сделаем UV Master, делаем Warton Clone Unwrap. Так, делаем копии. Выбираем нашу модельку. Делаем Past. Заходим в текстуры Map, находим Crit New From Polypaint, делаем клон. Делаем текстуры Flip-V, переворачиваем ее для бленда. Так, и теперь экспортируем, значит, нашу вот эту штуку в папку комната. Пишем стена 1, формат PNG. Сохраняем. Теперь сделаем Normal Map. Хотя тут деталей, в принципе, никаких. Делаем клон, текстура Flip-V. Экспорт. PNG. Стена Normal. И сохраняем развертку еще. И теперь сохраняем модель. Так, модель сохраняем при нужных нам полигонах, то бишь 3000 хватит. Делаем Hidden и делаем Export. Пишем Стена 1. И делаем Enter. Ну и так делаем со всеми, значит, вот этими мешами. А потом собираются они, значит, уже будут собираться в блендер. Так, ну на этом все. Всем пока. Доделаю. Потом выложу в группу. И, может быть, будет обзорник, где, значит, в кабинете будет вот этот бурзуин сидеть. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok